Ну что, гоню в Туапсе, пенсионный фонд. Выехала, было так мрачно. И тут внезапно выглянуло солнце. Не смогла не остановиться. После Ольгинки. Вот такое море 27 декабря 2023 года. Погода градусов 12-13 тепла. Я стою на таком вот обрыве. Полюбовались. Надо гнать. Время 12-й час. Нам к 12-ти. Еду. Какой-то мандраж такой. Не очень хороший. Вот как говорят, не нервничай. Я вот сегодня ночью плохо спала. Даже прям по лицу вижу. Какие-то сны дурацкие снились. В общем, не нервничай. Как не нервничать? Когда вот эта вот все непонятная ситуация. Вообще не люблю, когда мне что-то непонятно. Когда какая-то несправедливость. Посмотрим сейчас, что скажут нам в социальном фонде развития. Я так поняла, что они не заинтересованы. Ну, как поняла? Это и так вижу понятно, да? Что они не заинтересованы в начислении на пенсии и пытаются всяческими уловками. Дома. Потом дома еще раз пересмотрела ну, года все, где я работала. Вот когда я приехала по сокращению из Норильска в военкомате мне сделали сокращение. Раз я надумала. Там как раз на тот момент было сокращение. Я попросилась. Я говорю, сократите меня. Я год стояла на Урале на бирже труда. И получала повышенное пособие. Потому что зарплаты были в Норильске высокие. Этого тоже периода нету. Не занесен никуда. То есть мы даже иной раз уже проходит там, да, 25-30 лет. И мы уже даже не помним, где мы работали когда-то. И вот потом год доказывает. Это еще благо у меня все документы. Вот с Еленой Васильевной разговаривали. Тюка, снись. Свидетельство о браке, о разводе. Она говорит, у меня ничего нет. То есть, я говорю, тебе придется делать все запросы. Вот кто-то, кстати, спрашивал у меня про Сосновый. Сейчас мы будем его проезжать. поселок Сосновый. Вот несколько домов с левой стороны. Это после Ольгинки километров. Километра. Десять нарад нас. Вот он. Сам санаторий. МВД или кто они здесь? А я к вам как-то записываю. По поводу чего? СНИЛ, свидетельство, пенсионер, госуслуги, пенсионные накопления. У меня горячие линии переправляют к вашему... Ну, кто тут у вас сидит, где? Ну, просто я вот у меня сейчас обед через 7 минут. Я вообще не успею ничего как вас не принять и разбираться не один час. Ну, значит, перенаправьте меня к какому-то другому специалисту. Так, посмотрите, выписка. Это ваша выписка. Посмотрите здесь. Где что написано, что не так. Давайте сверимся. Так, это Сосновый вот. Вот. Норильский горный биологический комбинат. Так, хорошо. Вы скажите, вот эти вот даты сходятся с трудовой? Это надо сверить. Я сдавала трудовую вообще-то и приносила из-за это у меня заверенная трудовая моего работодателя. Может быть, просто нужно будет поменять наименование и все? Может быть. Вот смотрите, Норильский гор военкомат. Ой, шоу. Норильский горный металлургический комбинат. 31-10, это 88-й. А вот это выше. Это я работала там, да. Это все правильно. Вы сказали, это неправильно. Это правильно. Дальше идет горный металлургический комбинат. 31-е, 31-е, 10-е, 89-е, да? Все верно. Дальше идет артель. Никакой артель нет. Город пласт. Нет. А вот это что будет у нас, четвертое, четвертое? Это что? Это принято в среднюю школу номер пять перед декретом, технической, это в городный лист. То есть вот это здесь у нас значит здесь у нас не артель пласт, а средняя школа номер пять города Норильска. Так, средняя школа номер пять город Норильска. Да. Дата увольнения 10-е, 08-е, 92-е. 10-е, 8-е, 92-е. По уходу за ребенком дошкольного возраста. Дальше. 0-4-е, 12-е, 92-й. Норильский горвоенкомат принято на должность помощника начальника первого отделения. Востовская Норильская 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 Это не то? Нет. Значит, это мы зачеркиваем. И что у вас здесь? Норильский горвоенкомат. Военкомат. Так, потом идет у вас такой отпуск по уходу за ребенком депресс, да? Какого по какой? 1-е, 1-е, 98-е, по 28-е февраля 98-е. Ну, нет. Я ее родила в 96-м году. Ну, тут какой-то уход за ребенком идет. 1-е, 1-е, нет, 8-го, 05-го, 98-го переведена на должность старшего помощника. Значит, этого вообще нет, отпуск по уходу за ребенком в 98-е? Нет, она на 96-го года рождения, полтора года вышла на работу. То есть, это вообще надо исключить, этого нет? Нет. в 98-м году я не рожала у нас из-за рождения. Военный комиссариат города Норильска Красноярского края, 1-е, 1-е, 98-е, 34-е, 99-е. Да, посмотрите, у них даже совпадают с Пластовским, как будто бы я работала в один период и здесь, в Пластовском аренду, и в Норильском горвоенкомате. Такое может быть? Вы там работали? Вы представляете, где город Норильск, это Красноярский край, да и мы. Это, походу, склейкали. И город Пласт. Лучше у того еще раз уточнить, скорее всего, это будет склейк. Среди другого человека другие на улице. А как они могли попасть? Возможно, у вас есть двойник, фамилия, имя, отчество, дата рождения и совпадают. Мы сомневаемся, что есть Гудеева Снежана Михайловна 9-го мая. По всей России возможно бывает такое, вы не первое. У меня, по идее, 11 лет северного стажа здесь, благодаря вот этой склейке или чему там, они у меня пропадают. Я работала в военкомате с 80, то есть 92-го, я говорю, даже здесь получается совпадение, что я работала и там, и там. и увольняюсь в один период и оттуда, и оттуда, да, по сокращению причем. И еще у меня с Ташей, если она там не работала, откуда тогда сведения? У меня не была даже в этом городе. Это Челябинская если уже предоставлялись документы, как она вообще, почему она туда не отразилась? Ну, тут пока я не могу сказать. А посмотри во фронт-офисе в обращениях решения. Решения там есть там? Девочки, вот потом я под обращение уезжаю, у меня здесь еще нет периода, что я стояла на бирже год. Вы говорите, что вы подавали на корректировку, вы эти сведения все предоставили, про этот я пробежу труда нет. Хотя она у меня проверенная в трудовой есть справка, что я там стою, у меня есть даже книжка в обедах. Как же сложно это, конечно. Вот удостоверение безработного с 99-го года я встала, по 2000-й стояла. Здесь тоже не отображено. я не знаю, как принимали. Я просто залезла на госуслуги, я еще не думала про что будут проблемы. Это государственное предприятие Норильский военкомат. Какой период это был в этом году? Ну, конечно, вот же, 19-го сентября. После этого я еще три раза звонила на горячую линию, меня перенаправляют сюда, сказали, что подали в профильный отдел какой-то, многопрофильный профиль. Вам перезвонят. Корректировка я встала заявление, что прошу уточнить манитерируют с такого-то по такой-то с такого-то по такой. Мне сказали, что все изменится. Делаю запрос на госуслуги. Нет, ничего. Все остается на всех местах. Ну, надо просто подождать это, надо позвонить в этот профильный отдел и спросить, это же что-нибудь быстро? Ну, а как снился, когда меняют? что-то долго это все делается. А что, это же корректировка это другое? Да. Быстрее? по двойникам, я знаю, что нет салфа подозрения. Вот что, вообще-то в тревку не нашло. Такой выход я раньше задаю. она по телефону говорила, да, я вижу, вы отправляли заявочку в профильный отдел, она видела. Как мне теперь доказывать, что я не работала в этом власти? Не была никогда. меня снова отправляют к отчановой Марине Сергеевне. Не знаю, с чем закончится разговор. Начальника нет. Я вам могу дать номер телефона профильного отдела, потому что я вижу, они сделали запросы, подтверждения. Ответы еще пока не подгружены в макет вашего отдела. А вы мне даете телефон? Я могу дать профильного отдела. И что мне им как часто звонить? Как вообще? Как все это вообще происходит, я не понимаю. Но у вас еще пока право не установлено. Ну, потому что у меня северный стаж выкинули из моей жизни 11 лет. Ну, понятно. Поэтому у меня, получается, нет права льготного северного стажа. Двое детей, рожденных в Норильске, проработала 11 лет северного стажа. Вот, вот эти периоды. А я вижу. Откуда пластовское АТП взялось? Я принесила вам, трудовые. ваши документы, они все вот есть в деле, все на месте. Просто я вижу, что запросы делали, ответы еще не погружены. Если я сама сделаю запрос, это бесполезно, да? А мы потом будем переподтверждать. А здесь, пожалуйста, зачем вы на камеру снимаете? Я не снимаю. Но вы снимаете. Я разговор записываю. Мне вдруг, мало ли, потом для суда это пригодится. Я сколько здесь буду? Полгода, год ходить. Я вас не снимаю, не переживайте, я бумагу снимаю. Я тоже так думаю. Вот я снимаю бумаги. Я просто как звоню на эти горячие линии. Толку никакого, естественно, от этих горячих линий. Они даже записать меня к специалисту нормально не смогли. Записали меня на какие-то справки. Вот туда, в тот кабинет. Мне тоже приехать снова Михайловского. Я тоже рабочий человек. У меня вот сегодня смена, а я вообще думала никаких проблем не будет. Нерильский горвоенкоманд, государственное учреждение. Я туда могу дозвонить, я туда дозвонюсь. Я вчера просто поздно позвонила, у них разница с нами на 4 часа. Дадут они мне подтверждение. Ну, вам же надо свое подтверждение, я так понимаю. Ну, видите, вы пока сдали, документы вы сдали в сентябре. Ну, в сентябре. Вы мне сказали в течение двух месяцев? Не двух, три месяца. Уже три? Нет, я вам не могла сказать. Смотрите, октябрь, ноябрь, декабрь, 19 декабря было три. Четвертый месяц пошел. Я нигде ничего добиться не могу. А мы еще с вами запрос писали, заявление писали об оказании содействия, чтобы сделать запрос. Вот, запрос сделан, но пока ответ не подойдет. А может не по тем адресам какие-нибудь запросы делают? Мне просто интересно, кто заносит вот данные вот туда, вот это пластовское АТП. Откуда оно взялось? Первоначально эти сведения заносились работодателям. Отдел оценки уже их скорректирует. Вот эти периоды. По полученным справкам. Там получается один период, я работаю и в пластовском АТП, и в Норильском горвоенкомате. Понимаете даже? Я поняла. Вот. Как я могу? Вот он, этот период. И там я по 30-е, 0-4-е, и там я по 30-е, 0-4-е. Здесь какой-то декретный по уходу за детьми у меня такого нет. Потом у меня еще мы с вами в трудовой не сняли. Я стояла, вот когда уволилась, в 99-м я стояла на бирже труда. Этого здесь тоже нет. На Урале. Целый год. Это у меня в трудовой там прямо склеено. Ну вот у меня справка безработного я дошла. То есть в 99-м она подклеена в трудовой. Если я поеду в следующий раз, я снова поеду, заберу работодателя. Это мне надо ехать к бухгалтеру, забирать трудовую. Это тоже период не отображен. То есть меня период вышла уже из пенсионного. Не знаю, как он сейчас правильно называется. Уже сил никаких нет. В общем, вышла, дали мне телефон профильного отдела. Написала еще данные уточнить вот по безработице, когда я стояла на бирже труда целый год. В общем, конечно, такое опустошение, это просто борьба с ветряными мельницами. Конечно, фонд находится в таком красивом месте. У них тут парк. Ну, чтобы, видимо, выходя сразу можно было порелаксировать и успокоиться. меня успокоили, что работа с моими документами ведется. И что скоро, 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 очень скоро. Вот как тут на нервной почве не заболеешь, когда, как анекдот, это примерно вот как в анекдоте, да, говорит, пришел в психдиспансер за справкой, что не стою на учете, говорит, пока в очереди сидел, говорит, так распсиховался, говорит, что поставили на учет. Вот, то же самое с пенсионным фондом. В общем, сейчас самое, что, надо успокоиться. В 4 у меня уже стрижка, надо ехать обратно на работу. А не знаете, так как будто, я говорю, девочки, я ведь не пенсионерка, я ведь говорю, тоже так-то на работе. Вы меня записали вообще не к тому специалисту. В общем, сейчас сяду в машину, потом поболтаем. В общем, какая-то вот, конечно, неудовлетворенность, результатов никаких. Сейчас будем бомбить этот профильный отдел, который вот занимается как раз-таки вот этими, узнавайте, если что-то вдруг не так, это оказывается какой-то профильный отдел, вот дали мне телефон, буду звонить. Конечно, вот это вот, каждый раз доехать до Туапсе, каждый раз записаться, даже записать не могу, она записала меня не к тому специалисту, которому надо, хотя ей солнце светит, объясняла. В общем, я решила выдохнуть, Новый год на дворе. Завтра еще позвоним в профильный отдел, ну и пока на этом закончим, она сказала, работа ведется, ведется работа. Какая там работа, где ведется. В общем, другие сказали, может быть, это какая-то склейка, меня с кем-то перепутали, что-то там у них, видимо, склеивают, приклеивают. В общем, добиться правды это будет очень сложно, и в общем, вот как-то так. Даже вот снимать не получается, какое-то такое нервозное состояние после всех этих вот хождений по мукам, по пенсионным фондам. Ну, а сейчас время второй час, надо ехать уже обратно, возвращаться на работу, ну, уже скачу все равно, наверное, на Красную площадь. Помните эту красную кофточку? Если она еще есть, мы ее купим. Субтитры сделал DimaTorzok